Всем доброго времени суток, это Школа Успехов, я преподаватель Полянский Алексей. На сегодняшнем занятии хотелось бы рассказать о условном форматировании, как его использовать и для чего. То есть, как оно работает. Мы заходим в условное форматирование, убираем, допустим, правило, да, правило больше. То есть, мы задаем ему значение, то есть, все числа, которые больше 10 тысяч, подсвечивайте нам, пожалуйста, светло-красной заливкой. Нажимаем ОК, соответственно, применяем, да, ко всем ячейкам. И здесь фон только форматы. Вот, теперь, теперь мы можем сделать соответствующую сортировку. Сортировку по цвету и выбрать цвет. То есть, все числа, которые у нас были залиты, остались вверху. То есть, и также, соответственно, да, со следующими, то есть, форматами в этом правило 10, да. Меньше, между, равно. Также, допустим, если нас интересует содержание текста, допустим, да, то мы можем также по тексту сделать сортировку по дате и по повторяющимся значениям. То есть, все повторяющие значения будут здесь подсвечены. Потом далее. Правило отбора первых 10 значений. То есть, первые 10 элементов по величине, да, последние 10 элементов. И также процентов. Высреднего и нижесреднего. Далее. Гистограммы рассмотрим, да, на примере. Выполним автозаполнение. Заполнено только значение. Текста форматы. И увидим, да, как она работает. То есть, получается, она показывает, да, чем больше число, тем больше оно заполнено гистограммой. Затем, также можем использовать, к примеру, форматирование по цветовым шкалам. То есть, здесь у нас указано, да, чем больше число, тем больше оно зеленое или красное. В зависимости от его значения. Также выделяем и заполняем только значения. Только форматы. Вот. И видим, да, то есть, чем у нас больше число, тем оно светлее. Также можем, да, делать сортировку уже по нескольким цветам. Фильтр по цвету, да. То есть, самое меньшее, самое большее, да. Вот. Также существует еще один, да, формат ячеек. Словное форматирование. Это набор значков. Ну, например, таких значков давайте разберем, как это работает. То есть, он указывает, да, по принципу гистограммы. Мы видим, то есть, чем больше число, тем больше его шкала заполнена соответствующими, да, антеннами. Также мы можем, да, создать собственные правила. То есть, мы заходим в условное форматирование и создать правила. Как это работает? Ну, к примеру, возьмем форматировать ячейки на основании их значений. То есть, минимальное, да, значение. Чем у нас меньше значения, тем пускай она будет краснее. Да. Вот. Нажимаем ОК и применяем, да, уже заполнить только форматы. Вот. Соответственно, видим, да, уже собственные значения. С вами был Алексей Полянский из Школы Успехов. Записываются наши курсы. Всего доброго. До свидания. С вами был Игорь Негода.